Разобраться в правовых тонкостях непростой ситуации турагентам, операторам и руководителям компаний помогает юрист Игорь Косицын. Он отмечает напряжение в этом году еще сильнее, чем в аналогичный период 2020 года. Если в прошлом году как раз таки турагентам удалось переубедить туристов туры перебронировать и лишь малая часть, порядка 10-20% туристов обращались в суд и суды принимали решение с отсрочкой выплаты, то есть все равно деньги сразу не выплачивались. Сейчас еще сложнее будет людей убедить на перебронирование, потому что они уже один раз с этим столкнулись, перебронировались, сейчас снова не улетят. Туроператоры советуют путешественникам не поддаваться панике, не отказываться от запланированного отдыха, рискуя потерять вложенные средства, а выбрать выгодную альтернативу. Либо перенос туров в более поздние сроки поездки, то есть это октябрь, либо летние даты, но соответственно с доплатой, потому что сезон более высокий и стоимость туров в принципе дороже, чем на майские праздники. Либо это перенос с сохранением выплаченной стоимости на 2022 год, либо соответственно альтернативные направления, которые в данный момент открыты. Альтернативных отправлений на сегодняшний день не так много. Это Арабские Эмираты, Кипр, Куба, а также туры по России и Абхазии. Что касается тех, кто улетел по путевке до введения ограничений, им волноваться не о чем. Всех организованных туристов обещают забрать домой вывозными рейсами.